МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. В Гродно открытым пламенем горела квартира. Хозяйку жилища спасти не удалось. Эвакуировали 8 человек. Поповичский мост продолжают реанимировать. На каком этапе капитальный ремонт? Информационное сопровождение, объединение коллективов и защита интересов медиков. Гродницкая региональная организация профсоюза определила задачи на этот год. Минск, Брест и Москва. Фонд Талая продолжает сбор монет для изготовления памятника советским воинам. Тот отряды Гродничины расширяют горизонты. В этом году Белорусский республиканский союз молодежи предлагает еще больше международных проектов и возможностей для гродницкой молодежи. Гродно, Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск. Отборочный тур-фестиваль конкурса «История страны в песнях» прошел в областном центре. Александр Лукашенко провел большое совещание СовМИНа в Доме правительства по вопросам экономики. В совещании приняли участие правительства, руководители важнейших госорганизаций и органов, губернаторы, руководители системообразующих банков. Увеличение количества рабочих мест и доходов населения должны стать ключевыми при реализации целей на текущий год. Кроме того, необходимо создать передовые производства. А белорусские ученые должны трудиться на импортонезависимость страны, заявил глава государства. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Без предела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке. Также Александр Лукашенко поручил упростить все процедуры – от закупок до выдачи сертификатов готовой продукции. В Гродно открытым пламенем горела квартира в пятиэтажном жилом доме. Хозяйку жилища спасти не удалось. Еще 8 человек были эвакуированы бойцами МЧС. Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по проспекту Янки Купалы, 46, в Центр оперативного управления Гродненского городского отдела по ЧС поступило 9 марта в 22.19. По указанному адресу незамедлительно были направлены сразу 4 подразделения МЧС, пожарная лестница и службы взаимодействия. Работали 16 человек. По прибытии спасатели установили, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома происходит открытое горение и незамедлительно приступили к тушению пожара и эвакуации жильцов. В горящей квартире на полу кухни обнаружили хозяйку 1938 года рождения. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. После осмотра и проведения реанимации медики констатировали смерть женщины. Огнем было уничтожено имущество в одной из комнат, закопчены стены, потолок в квартире, балконные рамы на четвертом и пятом этаже. Устанавливается причина пожара, рассматриваются версии нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования. И также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Звеньями ГДЗС с третьего этажа и выше лежащих этажей было эвакуировано 8 человек. Из них один ребенок 2014 года рождения. И спасены с пятого этажа мужчина 1953 года рождения и женщина 1951 года рождения. Все эвакуированные и спасенные медицинской помощи не нуждались. После выпуска дыма и проветривания помещений вернули свои квартиры. С конца марта на Поповичском мосту начнут прокладывать гидроизоляцию по всему переходу. Работу нужно успеть выполнить до 10 апреля. Для этого этапа строителям нужна плюсовая температура. Дальше они смогут приступить к асфальтированию проезжей части. Именно от погоды зависит многое, в том числе срок открытия движения на объекте. Предварительно он намечен на 17 апреля. В жесткий график специалисты укладываются. По некоторым позициям идут даже сопережения. Основные работы по восстановлению несущей способности моста уже позади. Закончено натяжение высокопрочных стальных пучков. Сам переход объединен в неразрезную железную плеть. Все пролетные строения выдомкратили, сделали новые подферменники, установили современные опорные части. Сегодняшний циклон немножко выбивает, но вы видите сами, работа не останавливается. Никто на погоду не смотрит. 12 часов в день, без выходных, никто это не отменял. Какие работы сейчас ведутся? Сейчас основные усилия мы прилагаем, это устройство тротуаров. Значит, по состоянию на 15 марта будет верховая часть тротуаров. Практически будут полностью выполнены эти работы. И до конца марта мы обязаны низовую сторону моста тоже выполнить полностью все тротуары. И второе направление, которое сейчас основное стратегическое, это устройство сопряжений моста с подходами. Это идет и со стороны Поповичского рынка, и со стороны улицы Весенние. Параллельно тоже до конца месяца, значит, мы эти работы должны будем выполнить. Ежедневно на мосту работают порядка 70 человек. Трудятся как гродненские строители, так и их коллеги из Бреста. Все нужные материалы в наличии. Напомним, объект сложный, поэтому по-прежнему параллельно идет научное и экспертное сопровождение проекта. Охрана труда, справедливая заработная плата, оздоровление коллективов и объединение медиков вне работы. Вот главное направление, на которое будет нацелена деятельность отраслевого профсоюза в этом году, сообщили на итоговом пленуме Гродненской областной организации. Одна из задач заключения коллективных договоров в организациях. Сейчас речь идет в основном о частных структурах, созданных в последние несколько лет. Этот документ, по сути, подушка безопасности, но он защищает любого человека на рабочем месте и регламентирует деловые отношения нанимателя и сотрудника. И здесь важный момент охраны труда. В прошлом году производственных травм было немного, и эту тенденцию следует продолжать. Сегодня задача общественных инспекторов дойти в каждое подразделение и увидеть те проблемы, которые существуют в конкретном подразделении. То есть донести эту информацию до заведующего отделения, до старшей медсестры. А может быть, это и главному врачу сказать, что если мы вот эту проблему не решим, значит, завтра может быть более серьезная проблема. В целом, минувший год Гродненская областная организация профсоюза работников здравоохранения отработала достойно. Оценку дают на республиканском уровне. При этом мероприятий, которые собираются проводить в регионе, станет больше. Мы планируем в этом году продолжить работу по мониторингу выплаты заработной платы, по ее формированию в трудовых коллективах. Будут на контроль вопросы занятости. Ставим на контроль вопросы оздоровления наших медицинских работников, состояния здоровья медицинских работников. Ну и вопросы, конечно же, охраны труда, права, поддержка. Она будет шляться ежемесячно, ежеквартально. Мы по-прежнему будем проводить мониторинги для того, чтобы защищать социально-экономические права наших членов профсоюза. Фонд «Алая» продолжает сбор монет для изготовления памятника советским воинам, но он продлится до 22 июня. В благотворительном проекте приняли участие представители Генерального консульства России в Гродно и российской диаспоры. Памятник будет выплавлен в виде фронтового письма советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Скульптуру откроют в Бресте к дню освобождения города 28 июля. Здесь не стоит количества в килограммах объемов. Тут как знак памяти, знак благодарности, лепта от каждой семьи. Монетки. Это монетки могут быть советские. Хочу пояснить, почему советские, так как связь поколений. У кого нет монеток, могут любые монетки. Российские, белорусские, даже казахские. Любые, не важно. Как знак благодарности. Напомним, сбор монет начался 17 февраля во время карбышевских чтений. Кроме школьников, тогда свой вклад внесли и гости из Казахстана. В прошлом году подобный памятник установили в Минске накануне Дня независимости. Тогда в акции «Живая память благодарных поколений» приняли участие более 100 тысяч человек. Они собрали свыше 130 тысяч монет. В 2025 году, к 80-летию Победы, планируют открыть такой же памятник в Москве. Эта акция – это еще один повод вспомнить о тех трагических и героических временах, о их героях. И, естественно, создание этого памятника, оно послужит, сделает большой вклад в развитие духовного, духовное развитие, в патриотическое развитие молодежи. 22 новые первичные организации и более 7 тысяч новых членов БРСМ. В Гродно прошло пленарное заседание областного комитета, на котором активисты организации подвели итоги работы за предыдущий год и обсудили планы на текущий. Так, Гродничина уже на протяжении многих лет удерживает пальму первенства в сфере трудоустройства молодежи. Первоочередная задача на 2023 год – это работа первичек, отметили на пленарном заседании. Чтобы каждый молодой человек имел возможность принимать активное участие в жизни организации и планировал свой досуг с пользой. Тем более, что вариантов предлагается огромное количество. И наши ребята продолжили работать за территорией Республики Беларусь с нашими друзьями, соседями на территории Российской Федерации, Всероссийский центр Орленок, Морская волна, лагерь на берегу Черного моря. И также впервые, что очень важно нам отметить, ребята выехали в Кемеровскую область, медицинский отряд за 5000 километров. Конечно, мы сохраняя, приумножая, мы хотим в следующем году расширить эти горизонты. Не так давно у нас состоялся форум с Калининградом, где мы встречались с молодежью. И, скажем, такие намерения у нас появились для того, чтобы обмениваться студенческими отрядами между нашими регионами. Было реализовано большое количество проектов, в частности, гражданско-патриотической направленности. Так, гродненская молодежь одними из первых откликнулись на предложение поучаствовать во Всебелорусской молодежной стройке на территории мемориального комплекса «Хатынь». Все это подчеркнуло важность сохранения исторической памяти. Кроме того, в 2022 году активно проводились мероприятия по просвещению и развитию правовой культуры. Проведено большое количество диалоговых площадок по обсуждению изменений и дополнений в основной закон государства. Подобный формат успел показать свою эффективность, а потому работа в этой сфере будет продолжена. Появляются и новые проекты, которые подчеркивают основные направления работы Барсэм. Ну и, конечно, мы говорим о том, что и волонтерское движение, и молодежные отряды охраны правопорядка, и вопросы, связанные с трудоустройством, с международным сотрудничеством. Вы знаете, гродненская область, она в целом для нас такой лидер, потому что здесь неоднократно, даже в предыдущем, в 2022 году, проходили республиканские мероприятия. Это и семинар республиканский по изучению и перенанятию опыта по работе студенческих отрядов здесь проходил форум сельской молодежи. Поэтому я уверен, что большая и дружная команда работает на гродненской земле, поэтому все задачи они успешно выполнят. Благотворительная ярмарка Риты пройдет в субботу 11 марта в Гродно. Это акция в поддержку девочки Риты Юшкевич из Лиды. Начало в 11.00 возле молодежного центра. Все собранные средства будут переданы на спасение девочки. В 2021 году врачи озвучили неутешительный диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа. Каждый день тысячи нейронов гибнут в теле малышки из-за нехватки белка, решая ее мышцы, тонуса и возможности нормально развиваться. У ребенка четвертая степень утраты здоровья. Один единственный укол золгинсма может спасти ей жизнь. В прошлом году родители открыли благотворительный сбор, чтобы собрать неподъемную сумму на препарат. Перечислить средства можно туда или прийти на ярмарку. Многие из вас уже знают нашу семью. И мы очень благодарны всем за вашу помощь. Пожалуйста, приходите завтра. Все документы и реквизиты для помощи можно посмотреть у Риты на страничке в инстаграме. Спасибо вам огромное за вашу помощь и поддержку. Второй отборочный тур фестиваля конкурса «История страны в песнях» прошел в Гродно. В этот раз участие приняли и школьники из Российской Федерации. Около 30 гродницев выступили в концертном зале, а конкурсанты из соседней страны прислали свои работы в видеоформате. Идея проекта в том, чтобы в финале с участниками занимались заслуженные коллективы Гродно. Они смогут оценить их на отчетном концерте 18 апреля в областной филармонии. Возрастных ограничений здесь нет. Наш конкурс, он становится уже международным. Мы отправили условия проведения нашего конкурса в центральный район Санкт-Петербурга и в город Южно-Сахалинск, где отделы управления образования откликнулись и нам уже присылают конкурсные работы. И буквально тоже на протяжении этого месяца мы проведем конкурс среди российских школ. Финальной точкой станет создание фильма «История страны в песнях». В съемках примут участие лучшие исполнители из учреждения образования Гродно и Российской Федерации. Я исполнил песню Шаманов «Станем». Это нынешняя новая песня, которая недавно была выпущена. На этом конкурсе я уже второй раз. Нравится очень, нравится жюри, нравится, как сделан этот конкурс. Рад, что позвали еще раз. Новый конкурс – это всегда новый опыт. И интересно, как мою работу спустя год, так как я второй раз участвую в этом конкурсе, оценят в этом, так как я выросла и с новыми силами врываюсь снова на этот конкурс. 10 марта запомнится горожанам снегопадом. Как и обещали ранее синоптики, солнечная погода сменилась осадками и небольшим минусом. Утром на дороге вышел спецтранспорт. Производилась обработка проезжей части противогололедными материалами. ГАИ региона обращает внимание водителей на стиль вождения, соблюдать дистанцию и скоростной режим, поскольку такие погодные условия могут привести к ДТП. Только в первой половине дня произошло 17 аварий и образовались длинные пробки. На территории Гродно и Гродницкого района введен план погода. Кроме того, внимательными стоит быть и пешеходам, чтобы избежать травм. По прогнозам синоптиков, в Гродно 11 марта в субботу ночью слабый гололед. Во второй половине дня на дорогах гололедится. Порывы ветра днем могут достигать до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 0,2 градуса по Цельсию. Максимальная днем – 6,4. К вечеру понижение до 0,2. Выставка «Беларусь интеллектуальная» пройдет в Гродно с 16 по 19 марта на базе крытого манежа спортивного комплекса «Неман» по улице Коммунальная. Здесь свои достижения и разработки демонстрируют ученые «Нан Беларуси» – представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. Особой популярностью у молодежи пользуются разработки, связанные с виртуальной реальностью. У взрослых больше интересуют инновации в медицине, транспортной и научной сферах. Напомним, выставка «Беларусь интеллектуальная» организована по поручению главы государства. Она уже прошла в Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске. Первая домашняя игра четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу. Гродненский «Неман» встретится на поле с командой «Витебска» 12 марта в 16.30. Вход свободный. Приходите болеть за любимую команду. В драм-театре премьера искрометная комедия «Любовь Бальзаминова», захватывающая история с неожиданным финалом, зарядит радостью, подарит приятные эмоции. Не пропустите премьеру спектакля «Любовь Бальзаминова» 17 и 18 марта на сцене драм-театра. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова